У нас есть продукция такая специфическая. Очень много покупателей, которые покупают нашу продукцию козье молоко для деток, у которых аллергия, у которых разные невосприятия коровьего молока. Также у нас много покупателей, которые приходят после химиотерапии, после онкологических заболеваний. Им рекомендуют употреблять именно лекарства с нашим козьим молоком. Такие покупатели. Ну и есть, которые люди просто любители козьего молока, которые вспоминают свое детство. Вот сегодня дела. Вот она. Она вот только что встала на ноги, она уже кушать собирается. Жить захотелось ему. О! Мама ругается. В этих клетках они рождаются, а потом мы их сюда вот закрываем и кормим вручную всех. Мы 10 дней с матерью держим. Вот таких клетках вот. Вот там. А потом их маленьких вот отделяем вот здесь по 5 штук. У нас есть ведра по 5 сусок. Вот и подвисываем, и они превращаются. В прошлом году мальчиков было много. В этом году, можно сказать, почти 50 на 50. У них еда натуральная. Как у коров, они барда не пьют. Там другие чего-нибудь такого не едят. Антибиотики? Нет, антибиотики. Какие им антибиотики? Нет. Вот сцена и фураж нормальный. Верно. И все. Это элитный район. Тут же отдыхающих много. А у коз вон никаких нету. Они никому не мешают, не кричат. Если коровы были, всех разбудили по утрам или чего. Ну так. И с козами они работали. Вот хотелось поработать. Вот эта группа у меня, беременные группы. Их. Так. 38 штук. Ну мы сейчас стараемся вручное семенение делать. Мы уже вот готовимся. Мы позапрошлым году делали его. Чтоб круглый год у нас молока было. А то они ведь так все вот, все вместе беременеют, забеременеют. В это время молока не будет. А вот поэтому сейчас мы каждый месяц по 40 голов хотим вручное семенение. Чтоб для того, чтобы у нас круглый год молока было. И вот так с 12-го года сейчас до 17-го поголовье? 500. Это же остаток у нас уже 500. Мы же еще вот мальчиков же выращиваем и нам нас отправляем. Мы еще это не считаем. Если их не считать, то у нас около 750-800 должно было уже. Вот это называется у нас заложжение. Перед дойкой козы. Всех коз сюда завиняем мы. Тут мы дуем. Дополнительный корм даем. Там автоматически ворота открываются, закрываются. У них у каждого же электронные щипы на ушах. Вот они сигнал дают туда и по команде ворота закрываются и передвигается, включается дойка. Автоматически все. Калитка открывается тогда только, если она подоилась. Если она не подоилась, уходит на второй круг коза. Даем 40 минут. 450 литров в день. Средний уходит в день. 3,8-3,9 градусов охлаждаем. Если больше, вот замораживаешь, она уже в составе воду показывает, если сильно замораживать. А вот 3,8-3,9 – самая нормальная температура. И долго хранится. Сколько хранится? Недели. Только так. Ничего не будет. Долго, конечно, 2 года так мучились. Терпели. В третьем году уже более-менее пошла уже. Уже научились, привыкли. Мы уже сейчас знаем, когда что делать. Когда химобработку делать помещениями. Когда побелить. Когда корм готовить. У нас уже все запланировано. Мы знаем уже, когда что делать. Мы же раньше не знали первые годы. Все. То в кучу, то ничего делать не будешь. То в кучу, то ничего не будет делать. Вот это все с нуля делали уж. А вот здесь вот это второй этаж полностью. И вот. Вот тут капитальный ремонт. Ну, можно считать. Там каркас был один. Ну, как человеческий скелет. Ну, все. Больше ничего не было. Сейчас мы вот собираемся молочное. Всех делать. Что будете делать из продукции? Кефир там. Твороб молоко. Это сметана. Все. Что можно. Как думаете, наш татарский покупатель оценит? Поймет это? Поймет? Ну, что привыкные люди. Вот если этого порошка не возьмут, лучше уже у гостей. Ну, мы сейчас пьют. Они же сейчас пьют порошок один. Мы продаем в агропромпарке, и все заявки приходят туда. Им какое надо молоко, или какой сметану надо, или творог надо. Мы им вот по заказам делаем им все это. Ну, в данный момент у нас ассортимент козьего, есть натуральное козье молоко. Вот, значит, это наше фирменное козье молоко. Вот такое. Расфастованное оно в бутылке. Оно не пастеризовано. Это живое молоко. Есть у нас ряженка из козьего молока. Она изготавливается из топленого козьего молока. То есть, каждый день у нас бывает, конечно, продажи разные. У нас для нашей продукции есть сезонность. Бывает, мы продаем в выходные дни до 20 литров. Вот, молока, да. Плюс еще продукция, кефир, ряженка. Животного осья вообще деньги просто так не идут. Это вот на заводе. Что-нибудь сделал, все, готовы деньги. А тут стараться надо. Тут вот душу вкладываешь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова